Всем доброго времени суток! Эти пять вещей указывают на то, что вы общаетесь с полным психопатом. Для большинства людей слово психопат ассоциируется с героем знаменитого фильма Хичкока «Психо». Однако в реальной жизни психопаты могут совершенно не выделяться в толпе. Вы можете очень долго знать человека, но при этом не иметь ни малейшего представления о его темной стороне. Настоящие психопаты редко прибегают к физическому насилию, поскольку большинство из них предпочитают играть на человеческих эмоциях. Чаще всего они используют такие психологические приемы, как доминирование и манипуляция. Психопаты всегда точно знают, как получить то, что им нужно. Поэтому им невероятно нравится играть игры разума. Как же понять, что вы общаетесь с психопатом? Психопаты умеют быть очень очаровательными и часто выглядят невероятно привлекательно. Обычно они создают себе превосходный имидж, заставляя тем самым восторгаться ими. На самом же деле психопаты очень опасны. Они просчитывают каждое свое слово. Они могут делать вид, что наслаждаются разговором, и при этом планировать, как уничтожить вас морально или даже физически. Психопаты точно знают, как манипулировать вами, чтобы получить желаемое. Обычно их действия объясняются стремлением к деньгам, сексу или славе. Вот пять признаков того, что вы имеете дело с одним из психопатов. Первое. Они постоянно говорят полуправду, ложь и оправдание. Время от времени мы все немного привираем, но в общении с психопатом вы услышите только ложь. Они разбрасываются невыполнимыми обещаниями, охотно сплетничают о других и все время лгут о себе. Если вы заметили, что кто-то постоянно врет вам, есть большой шанс, что с этим человеком что-то не так. Второе. Они ведут себя покровительственно или смотрят на вас сверху вниз. Психопаты стремятся доминировать над вами, поэтому они всегда будут стараться смотреть на вас сверху вниз. Эти люди заставляют вас чувствовать себя неуверенно. После общения с ними вы чувствуете свою вину или приносите извинения. Они точно знают, на какую кнопку нажать, чтобы добраться до укромных уголков вашей души. Третье. Они лицемерят и осуждают. Психопаты очень любят указывать на ваши недостатки и ошибки, а также осуждать вас за них. Им нравится чувствовать себя лучше, унижая других, особенно на публике. Именно поэтому они драматизируют ситуацию и прилюдно осуждают вас даже за свои ошибки. Четвертое. В них уживается несколько личностей. Эти люди обычно имеют импостаси. Сегодня психопат ведет себя ангельски, а завтра предстанет сущим дьяволом. Они бывают просто великолепны, изображая из себя жертву и одновременно доминируя над вами. Научитесь не реагировать на их резкие перемены настроения. Не позволяйте психопатам влиять на вас. Пятое. Они строят из себя жертву. Психопаты склонны всегда и во всем обвинять других людей. Такой человек ни за что не признается в своей вине. Скорее он начнет строить из себя жертву или сделает так, что вы сами начнете обвинять себя во всем. Заметив любой из этих признаков, будьте очень осторожны. Психопаты очень опасны и являются настоящими мастерами манипуляций. Они всегда найдут способ обвинить вас или заставить вас признаться в своей ошибке. Эти люди могут забрать всю вашу энергию и морально уничтожить вас. Поэтому старайтесь держаться от них подальше и не подпускайте их к себе. Общение с психопатами несет в себе только драму. Их токсичные вибрации влияют на вас больше, чем вам может показаться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всего доброго, до новых встреч. Всем доброго времени с...